Это случилось 18 марта в районе 6 часов утра. На пульт дежурного спасателя поступило сообщение о частичном обрушении двухэтажного дома по Галактионовской 84. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение несущей стены на общей площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находилось 4 человека, которые самостоятельно вышли из дома. Проживание в доме было небезопасным, знали об этом и сами жители. Аварийным здание признали еще прошлым летом. А в январе комиссия подтвердила необходимость расселения людей. Однако от маневренного жилья, предложенного городом, люди отказались. Четверо и вовсе остались проживать здесь на свой страх и риск. Между тем, дому в этом году исполнилось 112 лет. Нас все устраивало. Вот вышли из подъезда, вот она остановка трамвайная, магазины, Волга, вокзал. С осени началось обрушение, прям вот сильное растрескивание стены этой. Я не спала, я смотрела телевизор. И в 6 часов утра сильный был треск и погас свет. Вышла в кухню и увидела улицу. Громкий звук такой, вот как падение и рассыпается стена. Ну, мы уже, в принципе, знали, ожидали, что вот-вот когда-то произойдет эта беда. В принципе, как бы, можно сказать, даже готовились. Свой дом-то всегда роднее. Жителям, которые проживали в этом доме, будет оказана материальная помощь. Глава города Елена Лапушкина приехала на место обрушения. Сейчас все жители, которые в настоящий момент проживали в этом доме, находятся в департаменте управления имущества, и где решается вопрос о расселении в маневренный фонд. В ближайшее время, я думаю, мы вопрос закроем. Наверное, поручение, чтобы индивидуально подошли к каждому жителю. К счастью, никто не пострадал. Сейчас местной администрацией ведется работа по оказанию помощи пострадавшим. Сейчас повторно в связи с этой ситуацией жителям также предложено обратиться в департамент управления имущества. Их уже ждут сейчас за маневренным фондом. И мы будем помогать жителям перевозить вещи. Кроме того, в установленном порядке, жители также вправе обратиться за материальной помощью. Все разъяснения мы дали. На место происшествия также прибыли представители прокуратуры. В прокуратуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилья. Прокуратурой вопрос обеспечения временным жильем граждан, проживавших в этом доме, взят на контроль. По данным спасателей, угроза обрушения оставшейся стены еще существует. Территория ограждена лентой. Работы по расчистке продолжаются с привлечением спецтехники. Дом отключили от всех коммуникаций. Мэри Елчан, Гульфия Сафина, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.